Ранним утром в село Овстук прибыли многочисленные делегации из регионов России, Украины и Белоруссии. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутаты Государственной Думы, гости области приняли участие в Литие, в храме Успения Пресвятой Богородицы. После службы в память о Фёдоре Ивановиче Тютчеве гости отправились в усадьбу. Сквозь символическое колесо времени оказались прямиком в 19-м столетии. Гостей праздника встретили актёры в образах семьи Тютчевых. Парк музея-заповедника превратился в театральные подмостки. То тут, то там зрители встречали сцены крестьянского и дворянского быта. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знаете, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Дворянские дети предложили губернатору и его спутникам сыграть в старинную игру «Серсо». В этот день особые почести в усадьбе Тютчевых воздавали другу семьи Ивану Тургеневу. В этом году отмечается его двухсотлетие. Очень легко пишется у тебя вовсю дед. Я рад. Строги так и вылетают из подпира. Совершенно. А персонажи моих произведений так и рассыпаются все по твоему парку. В имени Тютчевых буквально на глазах рождались тургеневские герои Евгений Базаров и Анна Одинцова. Герасим и Муму – дети из Беженолуга. Здравствуйте, люди добрые. Проходите к нам на Беженолу. Давайте я вам историю расскажу. Это был наш бачар Вавила. Пошел, купился жбанки, одел на голову. Идет, смеется, песни поет. Вот смех это был. А это в зале кто? Откуда такой же? Беженолу. Правильно, и жуков Павлуша. Павлуша. После возложения цветов к памятнику Тютчеву народные коллективы закружили гостей в огромном хороводе. У парадного крыльца дома-усадьбы состоялось торжественное открытие 57-го Всероссийского праздника поэзии. Из белеющих полей веет запахом медовым. Чудный день пройдут века, так же будет в вечном строе течь и искрится река, и поля дышать на зное. С приветственным словом к участникам встречи обратился губернатор Брянской области. О Тютчеве не спорят, сказал в свое время великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Кто его не чувствует, тем самым доказывает, что не чувствует поэзия. Действительно, поэзия Тютчева настолько глубока и многогранна, что и сегодня мы находим в его стихах новый смысл. Удивляемся их актуальности, точности и пророчества. Сегодня в мире глобального доминирования информационных технологий на человека обрушивается гигантский поток информации. А современные компьютеры забирают у людей все свободное время, существенно ограничивают его возможности самостоятельно мыслить и делать самостоятельные оценки. Порой кажется, что традиционная книга навсегда уступила место умным гаджетам. Но это не так. Книга жива. Это мы наглядно видим сегодня в воздухе. Каждая из нас с трепетом открывает томик стихов Тютчева, чтобы в который раз прочесть бессмертные строки. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенная стать. В Россию можно только верить. Тютчев всегда верил в Россию, ее величие, ее особую миссию в мире. И на дипломатической службе в Мюнхене делал все для защиты интересов России, укрепления ее международного авторитета. Восприимчивость к достижениям европейской философии, литературы, культуры сочетались в нем с исключительной чуткостью в судьбе своей Родины. Непримиримым условием для приведения фиктивной внешней политики Тютчев считал успешное развитие прежде всего самой России. Его оценка политических процессов, будущее России и Запада сохраняет свою актуальность и по сей день. Он предсказал много событий в Европе. В том числе Крымскую войну 1853 года, революцию в России 17-го года. И сегодня мы обращаемся к его наследию, чтобы лучше понять политические процессы дней сегодняшних. И особенно велик вклад Тютчева в совершенствование русского языка, который президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, назвал естественным духовным каркасом нашей многонациональной страны. Глава государства считает, что сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. Сегодня делается многое для укрепления этого каркаса. Развитие русского языка, расширение сферы его использования не только в России, но и за рубежом. Мы рады, что в Тютчевском празднике поэзии участвуют наши друзья из других государств, где также ценят русскую культуру, русскую литературу и русских классиков, в числе которых Федор Иванович Тютчев. Особую атмосферу усадьбы поэта в Овстуге, несравнимую ни с чем, отметила депутат Государственной Думы Валентина Миронова. Вот этим наполняешься и думаешь о том, что, во-первых, живешь ты на самой лучшей, самой славной земле, Брянской земле, где природа, ну, наверное, краше такой нет нигде вообще, во всем белом свете. Именно о ней писал Федор Иванович Тютчев. Природу, в которую гармонично вписались главный дом с флигелем, восстановленный в середине 20 века, приезжают писать художники. И в этом году Тютчевский праздник стал местом выездного пленера для педагогов и студентов Брянского колледжа искусств. Такая возможность пописать праздник. Не просто вот в спокойные дни, когда мы пишем Овстуг, а именно праздник этих людей, костюмированных столько интересных персонажей. Ощущение, что ты находишься прямо в присутствии дух. Дух вот прошлого, дух каких-то усадеб, Тютчевской усадьбы. И вот хочется его передать. В Овстуге собрались поэты из разных уголков России, Украины и Белоруссии, чтобы поговорить о творчестве Тютчева и почитать свои стихи. Большой делегацией приехали гости из Могилевской области. Таких поэтов великих Пушкин, Тютчев, Фетт и многих-многих других скользь читать нельзя, безусловно. Поэтому если Пушкин – это солнце русской поэзии, то Тютчева, можно сказать, что это солнечные лучи русской поэзии. Тысячи людей посетили праздник поэзии в селе Овстуг. Очень мне все нравится. Здесь много разных людей. Я, честно, не думала, что это будет так масштабно. Все поют где-то, какие-то музыка, артисты. И даже своих, я вот сама из Навли, даже своих навлинских встретила тут ансамбль. Красивая усадьба, много зелени. Нас все очень хорошо встретили, доброжелательно. А что еще нужно для того, чтобы уехать отсюда с хорошим, добрым впечатлением? Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Овстуг. Жуковский район.